Здравствуйте, с вами Леруа Мерлен и меня зовут Артём. В сегодняшнем ролике мы рассмотрим один из современных видов крепежа, это химический анкер, а в конце ролика вас ждёт тест-отрыв со скалыванием. Химический анкер – это двухкомпонентная клеющая масса, изготовленная из синтетических смол. По нашему мнению, это один из самых современных видов крепежа, ведь он является универсальным и подходит под различные основания. Ну а сегодня мы рассмотрим химический анкер на примере крепления в бетон, пеноблок, пазогревневую плиту и пустотелый кирпич. Подготовка основания. Сверлить отверстие нужно безударным способом, особенно в материалах с невысокой прочностью. Также важно помнить, что отверстие можно сверлить двумя видами. Это прямое отверстие обычным сверлом по бетону. Сверлом с качающимся кондуктором, что позволяет расширить внутреннее пространство до конусной формы, что позволяет увеличить площадь зацепа, тем самым увеличивается максимальная масса. Этот тип сверления используется для полнотелых материалов. Если у вас нет такого сверла, то вы можете его заменить шайбой и гайкой. После того, как мы просверлили отверстие, наша задача – обеспылить при помощи насоса для продувки. Далее для увеличения зацепа мы используем ёршик для очистки отверстий. Он нам дополнительно создаёт неровности в основании, благодаря которым увеличивается зацеп химического анкера. Потом мы должны снова обеспылить наше отверстие. Подготовка химического состава. В комплекте с химическим анкером идёт носик, в котором при помощи миксера перемешиваются два элемента химического анкера. Примерно первые 10 сантиметров состава мы стравливаем на бумагу, так как они ещё не перемешались. Как только два элемента перемешаются, вы получите однородную густую массу серого цвета, значит наш химический анкер готов к использованию. Крепление в полнотелые основания. Заполняем наше отверстие на 70% химическим анкером, после чего вкручиваем туда шпильку, чтобы состав намотался на резьбу. Крепление химического анкера в пустотелые основания. Такие как пазогребневая плита, пустотелый кирпич отличаются по технологии. Для этого нам нужно использовать инъекционную гильзу. На каждой упаковке с гильзой указан диаметр сверления. Вставляем гильзу в наше отверстие и заполняем его химическим анкером. Наглядно можем увидеть, как химический анкер зацепается за стенки пустотелых оснований, после чего ждем полного застывания. На каждой упаковке с химическим анкером указаны необходимые вам характеристики. Время схватывания, время застывания, температурные условия и расход. Ну что, наш химический анкер застыл, и теперь самое время провести тест со скалыванием. По итогу этого теста мы узнаем максимальное количество килограмм, которые может держать химический анкер в различных основаниях. Первым на испытании самое прочное основание – бетон. Он выдержал 595 килограммов. Вторым к испытанию подходит химический анкер в пеноблоке с прямым сверлением. Он выдерживает 310 килограммов. Третьим испытанием – пеноблок с конусным сверлением. Он выдерживает 493 килограмма. Третьим приступает к пазогребневой плите с инъекционной гильзой. Она выдерживает 172 килограмма. Последним к испытанию приступает пустотелый кирпич с инъекционной гильзой. Он выдержал максимальную нагрузку в 337 килограммов. Но нам так и не хватило длины рычага, чтобы вырвать его из основания. По итогу теста мы можем заметить такой факт, что не выдерживает нагрузки не сам химический анкер, а непосредственно основание, в которое он крепился. Ведь большинство образцов просто-напросто треснуло. Пользуйтесь нашими советами и используйте правильный крепеж. С вами был Артем. До новых встреч!